ТУКАЯ Не будет больше и самого ТУКАЯ Что нужно сделать сегодня, чтобы языки коренных народов России не канули в лету? Это сложный вопрос, который невозможно решить так поспешно и сиюминутно. Вопрос, который требует тщательного и взвешенного решения. Но времени для долгих раздумий уже нет. В каждом национальном регионе есть люди, которые взывают к разуму и справедливости. Никто не отменял Конституцию Российской Федерации, Татарстана. Значит, мы должны это знать, мы об этом и говорим, что русский и татарский языки являются государственными языками в республике. Это Конституция. Прокуроры ходили по школам, они ходили, по-моему, по Конституции. Ну, так мы же, как можно против конституционных дела делать? Да, реализации конституционных прав есть изъяны. Мы это признали. Есть. Есть Конституция, мы должны его выполнять и находить пути. И то, что мы беремся за создание новых систем образования, значит, комплексов полингвионного образования в республике, это одним из первых, она не все решает, но она решает многие вопросы. Изменения в федеральном законодательстве, которые коснулись преподавания, в частности, родного татарского языка в школах, стали почвой для размышлений. О прошлом, о настоящем, о будущем. Какое поколение вырастет через десятки лет? Какое наследие им будет передано? И что смогут привнести люди нового времени, если об этом не позаботятся сегодня? 19-й год, например, провозглашен он Международным годом языков коренных народов. Это Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Вот вам мировое право. По инициативе Франции, по виску дня 206-й сессии исполкома ЮНИСКО, внесен пункт. Странам-членам ЮНИСКО предлагается, в том числе и Россия, и членам ЮНИСКО, преподавание как минимум двух иностранных языков. Дополнение к родному языку на всех уровнях образования. Скобка написана начальным, средним, выше. Если она будет принята, она сейчас внесена, она становится обязательной. Ну, потому что это требование времени. Новый проект по созданию комплекса полилингвального образования, где преподавание будет вестись на трех и более языках, по мнению разработчиков, является именно той моделью, которая так необходима в современных условиях. Реализация этого проекта в Татарстане уже идет полным ходом. Была создана рабочая группа, куда вошли лучшие директора школ, представители Академии наук, Министерства образования, культуры, строительства. Так сказать, мозговой штурм шел несколько недель. В итоге пришло четкое понимание задачи, целей и возможностей. Полилингвальное образование будет начинаться с детского сада. Для этих целей уже определили 24 базовых детских сада. Задача, которую нам поставил президент И.М. Шалипич, это начиная с детского садика, довести вот этого нашего молодого татарстанца до рабочего места. Потому что получалось иногда, что вроде бы на каждом этапе есть хорошее новое передовое, но для того, чтобы получилась целостная личность, не только образованная, но и воспитанная, нам необходимо этого татарстанца передавать из рук в руки. С 1 сентября 2020 года в Казани будет реализован первый этап проекта. На базе 165-й школы будут открыты 8 первых классов, где преподавание будет вестись на родном татарском языке. Также здесь планируется вести и углубленное изучение русского и английского языков. После начальной школы полилингвальное образование учащиеся смогут продолжить в новом учебном заведении, которое уже строится в Казани и которое не имеет в России аналогов. Подобные учебные заведения будут построены еще в четырех городах – Нижникамск, Альметьевск, Елабуга, Набережной Челны. Для подготовки педагогических кадров будут задействованы ресурсы Казанского федерального университета, Челнинского педвуза, а также педагогических училищ. Очень важным является изменение методики. Мы сейчас изучаем все, что есть в России и ряда передовых странах, какие формы обучения есть, более доступны для детей и так далее. Разработчики новой концепции современных школ нового формата предлагают дать возможность получать знания одаренным детям со всей республики, из России и даже из-за рубежа. Для этих целей планируется построить здание интерната на 240 мест, а также создать летние лагеря, образовательные кампусы, чтобы дети могли общаться и получать знания даже в летнее время. Действительно, проект такого масштаба в России реализуется впервые. И эти первые шаги, адмнар, должны стать примером именно той жизненной философии, принципов взаимоуважения среди народов, населяющих эту землю. Терять нельзя времени. Дни длинные. Хорошая погода. Успевать надо преуспевать во всем. Это мы можем. Это мы умеем работать. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. Семь дней.